Не работают. Зачем они не работают? Они же видели, зачем сегодня с 7 часов не приехали. Евдокия Макарова не понимает, почему бездействуют службы. В выходные возле ее участка в селе Большое Афанасово прорвало трубу. Теперь улица похожа на болото. Инцидент произошел ночью. С дороги воду откачали в субботу утром, но никаких дальнейших действий не последовало. Ну, в субботу утром 9 часов видели люди, мне сказали. Эту трубу, эту канализацию делали в прошлый год, позапрошлый год. Не делали. Ее не делали? Делали, видимо. Плохо делали. Вот и прорвался. Это не первый потоп. По словам жителей, в последние годы сети приносили немало проблем. Одна из труб, по их мнению, давно сгнила. Поэтому новый порыв никого не удивил. За три дня вода распространилась на сотни метров и даже подтопила некоторые участки. Но жители уверены, возмещать ущерб они будут из собственных карманов. Сельчане говорят, недавно у них также прорывало трубу. И за воду пришлось заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Но только тем, у кого не было счетчиков. А таких большинство. У нас все улицы заплатила. Все улицы. И до сих пор у кого-то эти долги висят. А мне сказали, бесполезно. Они все равно эту сумму не снимут. Но этот порыв другой. На этот раз нагрузки не выдержала частная труба. Та, что подает воду от трубы водоканала к дому. А это уже зона ответственности самих жителей. В связи с этим, на сегодняшний день, поскольку никто не обратился официально на просьбу отремонтировать этот порыв, мы считаем, что эта сеть бесхозная. Впрочем, ликвидировать порыв водоканали не отказываются. Но для этого нужно, чтобы жители обратились официально к генеральному директору водоканала. Булат Ханиев, Ахрисламов. Новости НТР.